Лариса Шевелева из города Астрахани. Селекцией я, наверное, не могу даже это слово назвать, а гибридизацией я занимаюсь, потому что у меня нет научного образования, чтобы этим конкретно, по-научному заниматься. Как все началось? Три года назад я пошла с дочкой за компанию коллекционера Немчинова Елене Анатольевне Косте купить фиалочку, и нужно было в подарок. И когда я вошла и увидела стеллажи, у меня просто все помергло вообще перед глазами. Я говорю, боже мой, есть другая жизнь. Я работала поваром, я готовила, придумывала такие рецепты, украшения, и неслась с этим флагом по жизни. И тут, а тут такое великолепие, цветы. Прикупила я пару розеток, в общем, с собой что, были деньги. Пришла домой, и я говорю, боже мой, какая красота, а если все это поженить? Как у повара много ингредиентов, значит, скрестила, что-то там завязалось, оно стало расти, как интересно, стала читать. Значит, посеяла, выросла, и когда вот он, вот он должен вот-вот-вот-вот расцвести, проснулся, а нет, еще не цветет ночью, еще не расцвел. И вот утром он открылся, он смотрел на меня вот таким огромным голубым глазом и говорит, да ты мой родной, да ты мой красавчик. Это было вообще необыкновенное чувство. И вот это вот, как Архивов вчера сказал, энергетика, они дают такой заряд бодрости жизни, и вот хочется, тебе еще хочется. Ага, получилось, что-то получилось, что-то раздарилось. И второй раз, когда я пошла к Немчиновой, она говорит, а вот есть еще другие, смотри, вот есть Клакамусы Осиповой, есть с прилистниками. А, это еще какая-то интересная информация, я еще стала читать. И с прилистниками я женила-женила-женила-женила, и у меня вышел сорт, вот такой вот он. У него ствол в середине один сантиметр толщиной, а к основанию вообще полтора. И это моя, я ее называла Елена Михайловна, у меня есть знакомая Елена Михайловна, которая человек пробивной, а ее в пустыне засунья, она всех выведет, всех накормит, и вот это Елена Михайловна. Она бедная, чего только не переживала, но она всегда выживала. И вот таким вот красненьким она цветет. Так, чего ты куда не идешь? Вот, 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 вот. Давайте вы можете посмотреть. Отлично. так и что елена михайловна еще дает сейчас я вам покажу секундочку вот елена михайловна дает кудрявые листья сейчас и также читала елена анатольевна консультировалась нагады сруби ты головы все там под листом вот чтобы и вот тут она будет расти и рубила и рубила они все равно растает обычные и она еще что-то дает вот такой вот кудрявый лист вот такой растут теперь одновременно два кудрявых листа я помазал цитокиновой пастой я посмотрю что это дальше будет не знаю не могу сказать и значит елена михайловна поучаствовала с колокамусом осиповой осиповой я так понимаю очень много намешано наверняка вот в этом сорте потому что вот он дал что дал елена михайловна не цветет ну она где цветет и не цветет у него такие вот и вот такой вот это даже вот они сейчас упали не высохли все покажу более нарядный их пять сортов вот такая вот красота изначально они растут обычные затем появляются прелестники вот это вот одежда от одной из сущностям колдина татьяна геннадьевна вопрос это осан но есть получается ложковидное осан то есть вот такие ложковидные листы бывают вот тюрнерные да вот кокосы есть какая-то получается получилась комбинация этих двух признаков у вас степени учености я просто смертный гидрогизатор даже могу сказать какому типу чего относятся но это интересно хотелось бы листик это листики тюрнерные да это ну характерно для ос у вас здесь получилась некоторая комбинация я не вижу цветок цветы осы цветы осы цветы здесь осы да и вот этот вы посмотрите вообще практически вот цветет вот такой вот метелочкой ну у него вот тоже смотрите вот такой вот красивый я их как вам сказать сейчас поженила еще никого большим более красивую брозеточку сделать не знаю что это получится ну а я особо и даже на это не стремлюсь к из этого же посев вот вышла алексей я ее ничего не убирала она более красивая и более гармоничная когда она растет изначально тоже нет никаких вот этих вот прилистников и она вот такая вот она более более прилично выглядит так и крылышки феи это тоже хорошо выглядит у нее тоже красивые прилистники она мне нравится и она как бы более раскладывается от цветут а цветочек да не цвела на еще вот это вот все из той серии да вот они вот растут вот это кстати вот алексия вот она вот растет изначально вот такая вот вот что вы скажете по этому поводу изначально они округлые были и светлана осипова сказал что возможно это герл клокамус возможно это но это похоже на на похоже на клокамус а то что здесь вот такие вот есть да это скорее всего она она права на проверке что это будет осмотрим вот этот сорок они почему вообще все риски упали они устают устали устали как как вчера он был совсем бодрый да вот девушка смотрите лист повесили на аппарат флюорографии висели они и также висели другие розетки он дал три детки эти три детки вот они посажены и они стали расти вот как трейлер он очень такой пушистый был симпатичный сейчас вот что я думаю что между собой их поженить и вот после этого должна быть мутация мы вчера обсуждали это была не на страстент мы обсуждали если трейлеры клокамусы вот но я не слышала она не слышала вот так что это это очень интересный результат трейлер клокамус это очень интересно вот вы сказали галинка галина она как музыка если сравнить с музыкой классика у меня наверно хорок у меня не очень интересно какие на выходе у меня появится листья листья самое это интересное и с самого начала мне попалась я не прибил вас нет нет мне кажется я вас перебил то что вы начали говорить о том что вы пытались как-то их подвергать какой-то радиации да и что из-за что из-за этого но это я вам сейчас расскажу это очень интересно это вот девочки целый талмус это три года записывал тут услышал там услышал а вот этот яд а вот этот яд очень искала знаете безвременник осенью одна фирма не обещала прислать по осени что будут вот эти луковицы из него можно добыть колхицин потому что колхицин стоит как трусовский мос очень дорого но они меня одоманули не сказали что у них там что-то все попередохло и в общем безвременник надеялась москве может быть вот сейчас я отведу и есть какой-то сайт где можно найти безвременник вот он будет участвовать так потом девочки формалин здесь главная концентрация и я провела такую собрала свои сеяцы поставила значит проверки написала формалин значит сейчас я вам еще скажу так этого не было противоопухолевые таблетки нафталин ацетон так белизна фиалки им и сейчас я вам скажу в нашем коллективе не спит главное здесь концентрация вот в общем у меня эти листья стояли на 3-е сутки они стали помирать в смысле стоят выводы листья поставили да на 50% с водой и когда вот они уже стали меня завидать я их уже вот у меня значит листики у меня стояли вот так я их обрезала вот так это как меня немчину научил не надо ничего обрезать обломала и все она как вот у ее конструкции есть так вот и пять так я могу повернуть значит если сделать надрез лезвию вот так вот вот наискосок вот то площадь LoSpa образования деток быть больше а то есть вот это здесь вот видите здесь получается круг а так получается путинок окружностиQ shaft и с большим на окружностьQt дет на детки простая только по окружности здорово я поз DD по окружности среза вот巴овы white это сделать срез лезвия вот так вот наискосок Чем длиннее средств, тем больше, тем больше деток. Спасибо. Ну, это так. Я иногда тоже, как бы, иногда ленюсь, но тем более, как бы, может, много деток и надо. Я там взял, оторвал, листик поставил там, да, его. Но, тем не менее, когда у меня листик этот один, там, я хочу побольше деток, вот, я всё-таки напрягаюсь, заберу лезвие, так вот, несколько слов. Те, кто обламывает членки, они это мотивируют, аргументируют тем, что идёт слом, не нарушая клетки, да? Да, по их стеночкам. Нет, я понимаю. Но, тем не менее, эта информация такая, что, где порастают детки, только по... Понятно, понятно, да. Так, и вот они у меня, значит, полежали в воде, пришли в себя, не все. Лезвие нужно, стерильное лезвие, как бы, острое, вот, и поэтому... Не отвлекая, приятные кадры. Нет, нет, вообще это просто и... Знаем, кто выжил в катаклизме. А остальные, кто выжил, они были все посажены. Они дали деток, один-две. И вот сейчас эти детки растут. Простите, поставили на что? В воду я положила. Положила в воду. Просто затем положила в воду, чтобы они пришли в себя. Все, у кого появился тургор, они все были посажены в землю, они дали деток. Сейчас они растут. Я так понимаю, у них сейчас ничего не будет. Я так понимаю, что человек интересуется методом обработки вот этими веществами. Ацетон там... Прочитали большой список. Чем там таблетки? Куда их? Нафталин там? Ну, я развела нафталин, я развела таблетки, я развела... купила таблетки... А цель эксперимента из листика, чтобы получить... А цель эксперимента сделать мутагены. Нет, это я понимаю. То есть, вы хотите, чтобы мутировали листики? Да. Ну, вот как бы... Да, ну там вы можете получить некоторые спорты. Вот хотя обработка семян тоже может привести к некоторым неожиданным результатам. Уже в сеянце в следующем полторе. Да. Вот сейчас у меня растет посев. Вот он. Здесь тоже есть интересные листья, которые вот... Уже выделяются из всей этой коробочки посеянной. Вот. Чем выделяются? Выделяются листья. Чем они? Отличаются. Они формы. Формы разные? Формы разные. Цвет пистролисный. Вот я и смотрю. Да. Пистролисный. Что будет дальше, буду наблюдать. Мы... Просто еще ради интереса с Вишао, значит, я поженила пояс Джунгарик и Макс Тиамат. Вот. Вышла вот такая серия. Сейчас я вам покажу. Секундочку. 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 Вот еще вот серия. Розовый, красный. Вот он, один представитель. Он уже отцвел. Цветут большую шапочку. Цветут... Джунгарик белый, Макс Тиамант розовый. И получился розовый с белыми... Да. Ну, я думала, может быть, они еще что-то дадут. С полосками. Да. Через рентген прошла коробочка вот этого товарища. И он растет сейчас трейлером. Он тоже на проверке. Вот такая у меня селекция. Сагандаеви. Это что значит? Сагандаеви. Моя племянница обожает чай Сагандаеви. И вот... А что это за чай? Чай очень вкусный. Черный чай очень вкусный, травяной. Это слово какое? Сагандаеви это... Я не знаю перевод этого. Я знаю, что это вот чай, с которым она приходит ко мне в гости. Сагандаеви. 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 Сагандаев. Сагандаев. Егорка, как он получился? Я поливала... Я так поняла, что надо работать именно с коробочками и с пыльцой. Уже со взрослым растением трудно сделать какую-то мутацию. Именно семена нужны через флорографию. Именно надо, пока коробочка посеяно прорастает, поливать мутагенами. Это антибиотики. Я поливала еще сваренным кофе. Это тоже мутаген я вычитала у какого-то американского селекционера. И... Настой грибов. Чайный гриб? Нет. Мухоморы? Чего? Вот мухоморов не нашла. А вышли шампиньоны. У нас мухоморы не растут. Обычные шампиньоны. Тоже мутагены? Да. Поливала. И получилось, что практически вся коробочка умерла. И вышло там штук пять. Вот этих вот было три сеянца. И еще... Вы знаете, я еще видела вот такой. Вот он. Вот наподобие. Только у меня были не рассвелшие. Бутоны. Это Афтимара и Неверфлорис, да? Но он погиб. Ушел на Радугу. Потому что не выдержал всех моих экспериментов. Вот. Интересно. Мне кажется, что в паре со Славой Конопатченко он. Потому что он экспериментатор. Интересно вчера было общаться. Да. Вы нашли. Третий раз. Самое главное самим как бы не погиб. Нет. Смотрите. Это интересно. Это отдельное направление. Вот. Надо сказать, что, ну, американцы, многие из этих направлений, они попробовали. Пробовали. Что-то получалось, что-то не получалось. Сейчас мы в Кира говорили о том, что селекция оптимары, оптимара, эвор, там, ну, что-то, там, ну, есть десяток таких названий. Это растения, которые получены из семян побывавших в космосе. Они отправили там куда-то, там, на это самое. На спутник. Они там, например, на станцию орбитальную. Они там какое-то время прокрутились, прокрутились там. Довольно долго они крутились. Вот. Потом они вернулись оттуда. Там было воздействие радиации. Они за это получили. Но они, как бы, сказали, что там, да, вот эти пиалки отличаются, как бы, от того, что было. Вот. Так что опты были и у любителей, и у персоналов, включая оптимару. Ну, вот я просто смотрю последние годы, ну, может быть, мы где-то 20 активно общаемся с американцами, но с 2002 года. И при этом как-то вот это направление, оно ушло. А я не знаю, почему, ну, одну из причин, почему это направление ушло, вот, как бы, от активного воздействия мутагенов на фиалку. Это то, что фиалка изменилась сама по себе. Вот. То есть она, как бы, преподносит сюрпризы, когда от нее не идешь. Да. Ничего с ней не делаешь там, да. Она расстроена по-другому. Вот. Получается спорт. Мы даже, ну, когда уже лет 15 назад вот здесь ввели номинацию в доме фиалки «Лучший спорт». Объявили награды, вот, и на каждой выставке у нас есть «Лучший спорт», и «Лучший химерный спорт». И там несколько сотен прошло вот этих вот этих спортов, которые потом стали сортами. Вот. То есть мы, вот этот поиск вот этих спортов новых интересных, мы это, ну, через дом фиалки мы старались стимулировать. Это тоже одно из направлений селекции. Спорт не выбрасывать, вот, а принести, показать, он понравится людям, вот какое-то место на выставке получил, дать ему название и пустить его дальше в народ и использовать при селекции. Вот. Так что это направление правильное. Вот. Но почему-то, я вот, я вот, я не знаю, я, честно говоря, я не знаю причину, по которой американцы отказались от воздействия мутагенов. Они использовали и клахицин, и радиацию, там, и, ну, там, все остальное. То есть они много чего использовали. В принципе, я могу, ну, надо как координатно, со мной контактно обменяться. Вот. У нас есть очень хороший американский специалист, вот, ну, именно научный специалист по пуфиалкам, доктор Джефф Смит. Вот. И когда у меня возникают вопросы, на которые я не могу дать ответа, да, почему вот, ну, вопрос, почему американцы перестали использовать мутаген? Да, я не знаю ответ на то. Но я могу ему задать, и потом я как бы могу вам... Спасибо. Очень много интересных. Ответ могу передать. Вот. Это, может быть, как-то прошло естественным путем, потому что, ну, как бы, селекционерам достаточно того материала, который у них есть, да, вот, ну, нет необходимости делать что-то такое, то, что не дает природа. Ну, спорт дает природа, вот, дала природа, взял, воспользовался уже бесплатно, как-то там, без дополнительных усилий. Вот. А вы проявляете, как бы, такую вот энергию, настойчивость в том, чтобы, ну, соперничать с природой, скажем так. Вот, знаете, Рубинецкая такие красивые слова сказала, что нельзя, ну, как бы, не мы создаем, а то, что позволит тебе природа. Если она позволит, ты получишь это. Да, я понимаю. Поэтому, ну, вот, есть два пути. Вот, то, что фиалка очень изменчивая. Очень изменчивая и постоянно дает что-то новое, новое, новое виды. В этом интерес. Вот, и задача селекционера, конечно, это найти, увидеть, не упустить и закрепить потом, да, там, и потом дать новые сорта. Это правильно. Вот. Это один подход, когда мы, как бы, ну, действуем в тех рамках, которые нам предпредставляет природа, естественные условия. Вот. А вы, пытаясь это изменить, я говорю, это было. Не понимаю, почему американцы это прекратили, не знаю. Поэтому я задам вопрос и вам потом, как бы, подробно об этом напишу. Спасибо. Лариса нам всем расскажет. Я, я, вот, все, что я вам произнесла, даже нафталин, это все не просто так из головы я взяла, я это читала на всех сайтах. Все, что возможно по селекции, как таковой, химикатной, у нас никакой информации нет. Она закрыта. Вот я могу неправильно назвать его имя. В 91-м году сделал патент на пестролистность растений. Я открыла его. Да, там и по-русски написано. Вот такой список. Демисклидаз, коллагодаз, вородаз, даже вот это, взять, азотистая кислота. Ее нет. А у нашего химика, я спрашиваю, который пиво варит. А он говорит, это тебе, знаешь, кому? Кто наркотики варит. Вот тогда у тебя получится. Не, ну то, что радиация, это может быть самый простейший способ получить мутацию, это есть. И тем более, во всех кабинетах стоматологов это есть. Вот можно прийти там, как бы, как-то договориться за небольшие деньги, пропустить через рентгеновский аппарат, пропустить либо листики, может быть, растения целиком там, или семена. Я думаю, что это можно. И этим пользуются. Ну, я лишь упоминал о том, что первый пастролистный стептокарпус появился как мутация, которая была получена из семян стептокарпуса, пропущенного через аппарат стоматолога, рентгеновский аппарат стоматолога. Вы знаете, самые лучшие там, где можно рентген сделать, это там, где лечат раковых больных. Вот в этой... Там более мощные. Другие лучи. Это будет стопроцентная мутация, да. А флюорография, это тоже все-таки, куда эти лучи упадут, не упадут, неизвестно. Это разные лучи, там просто, там есть альфа, бета. Ну, я думаю, разная мощность, конечно, для того, чтобы просто просветить, не насти уровень клеток. Это одна мощность излучения. Для того, чтобы опухоль была уничтожена, это другая мощность излучения. Там и направленные, и более мощные. Это понятно. Вот. И сейчас я хочу, знаете, сделать с космической феей. У меня где-то семь розеток. Одна из которых ушла в спорт, тоже через рентген-кабинет. Я надеюсь, что в любом случае раз за разом мутация удаст нас это узнать. И лунер-лили-вайт. Мне очень нравится лес, сам цветок. Да, но я вот узнала, что он, к сожалению, тоже стерильный, как и космическая фея. А я бы его очень хотела посадить на Клакамус. Да с прилистником. Отлично. Да еще бы, чтобы было шесть штук. И чтобы вот такая вот была красота. Ну, смотри, все-таки, когда касается вот таких вот тем, которые не очень широко известны, да, ну, как бы так вот, ну, для рядового любителя фиаров, ну, даже для селекционеров, которые занимаются каким-то своим направлением. Вот. Давайте попытаемся. Вы можете мне вопрос сформулировать. Я все-таки связываюсь с человеком, который, ну, имеет очень большой опыт. Профессиональный генетик. Ну, да, он занимается этим. Профессиональный генетик. И долго давно у него было очень большие познания. И по многим вопросам были очень быстрые там, очень интересные ответы. Ну, еще я, знаете, хотела бы, Вадим Николаевич, чтобы не было это закрыто. Я бы хотела бы, вот, что у меня будет, что даст какую-то мутацию, чтобы это не скрывалось. Это, да пусть все это знают. Вот мы и начали сегодня. Пусть да, пусть да. Пусть да. Пусть да. Пусть да. Пусть да. Все можно применять. Может быть, даже ученому человеку труднее с этим, потому что он знает, что вот из этого точно ничего не получится. А простой смертный, если начнет делать, а почему вот это не попробует не смешать нафталин с тем же перекисью водорода? Что будет? Ну, в любом случае, что-то будет. Сбросьте мне ваши фотографии. Ну, давайте обменяемся. Вы мне сбросите фотографию вот там того, что получилось. Я отправлю вам фотографию, скажу, что вот это получилось. Спасибо. Вы опишите кратко то, что вы делали, вопросы, на которые нет ответа. Нет ответа. Ну, соответственно, я покажу, что у вас получилось и что у вас не получилось. Спасибо вам большое. Это, как бы, это… Я был даже рад и с удовольствием это сделал. Владимир Николаевич, я очень хочу сказать вам большое спасибо. Я узнала море информации. Если бы вы меня не пригласили, я узнала столько людей, познакомилась с прекрасными людьми. Ну, в этом смысл наших встреч, для того, чтобы получить новые идеи. Да, спасибо.